Туризм 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 получили возможность обслуживать своих клиентов внутри нашей страны. Конечно, сложно. Есть определенные сложности, но мы стараемся совместно с Республиканским штабом, правительством Крымской Республики отрабатывать те проблемные моменты для того, чтобы дать больше возможностей нашим гражданам выезжать из густонаселенных пунктов и выезжать именно в горные местности, туда, где можно отдохнуть, туда, где нет большого риска заражения. И, конечно же, тут в первую очередь большой задачей стояла сохранить рабочие места именно в туристическом секторе. И тем самым мы думаем, что сейчас, если мы дадим возможность именно туристической отрасли отработать именно на наших гражданах и обслужить их на достойном уровне и, может быть, какую-то часть тех потерь как-то, да, возместить. И на сегодняшний день мы уже отработали краткосрочные меры по антикризисному плану. Свои предложения мы предоставили правительству Крымской Республики. Некоторые пункты, конечно, приняты на сегодняшний день. Я могу сказать, что первым пунктом как раз таки там шел именно по разработке санитарно-эпидемиологических норм правил для того, чтобы субъекты или же объекты туристической отрасли могли руководствоваться. Также и туристы, которые с целью отдыха и путешествия ездят к ним. Об этом чуть позже. По словам экономиста Нургуля Акимовой, сложившаяся ситуация может привести к тому, что ВВП страны съедится на 1,7%. Я попрошу режиссера поставить ее комментарий. Чуть больше 2 миллиардов сумм в структуру внутреннего валового продукта Кыргызстана вносила сфера гостиничного бизнеса. Владельцы гостиниц не получат прибыль, не уплатят налоги, не выплатят зарплаты обслуживающему персоналу. В этой сфере задействовано по приблизительным расчетам около 100 тысяч в человек. Так что нас ждут большие потери. Действительно, если поговорить о тех людях, которые остались сегодня без работы, трудились в этой сфере, но только начинают возвращаться в прежнюю колею, предприниматели есть, которые потеряют миллионы в этом году. Вы, Беккол, у вас есть турфирма, вы как предприниматель сколько людей у вас трудятся возможно сейчас и какие, ну, примерный подсчет ваших потерь может быть? Ну, в цифрах, наверное, тяжело будет сказать, но в целом где-то у нас на постоянной основе человек 7-8 работает, а летом, конечно, мы привлекаем большую массу людей, то есть начиная от гидов, заканчивая водителями и прочим и даже портеры есть свои, в смысле грузчики, вот, все считают, что все сейчас без работы, потому что людей нету, некого обслуживать, и сейчас в офисе, в офисе тоже пустует, никого нету вообще, все по тебе, ну, как бы, нету ни прибыли, ничего, из чего, я не знаю, прогнозировать даже тяжело. Ну, вот, действительно, закрылись примерно 20% турагентств, да, есть такая информация, еще 50 компаний держатся, вот, как, наверное, вы, но, опять-таки, все туманно, да, Довран, вот, какие-то предложения есть, чтобы хотя бы помочь правительству, может, от экспертов, какие-то рекомендации по возобновлению вот этого вот сектора? Ну, по возобновлению сектора, вот, департамент туризма, они все в курсе, то есть здесь есть конкретно определенные моменты, которые должны быть включены, да, в этот документ смягчения, там, для предпринимателей сферы туризма, которые будут работать, то есть сейчас мы сразу, что можем сказать, что постепенно компании, которые работают внутри Кыргызстана, то есть они уже начинают свою деятельность, это мы видим и в соцсетях, видим много, что люди ездят, отдыхают, компании предоставляют им свои услуги, в этих же компаниях также получается есть и транспортные услуги, то есть получается все сферы деятельности потихонечку, потихонечку начинают взаимодействовать, то есть идет какая-то определенная работа. Другой вопрос, те компании, которые занимались до этого туризмом на выезд, то есть вот они сейчас как бы, да, получаются в таком замороженном состоянии, почему? Потому что мы не знаем, когда откроется небо или вообще оно откроется в ближайшее время, то есть там тоже большие потери и там очень много сейчас есть негативных моментов, которые, скажем, также они озвучивают, очень многие люди, которые сегодня, которые покупали авиабилеты, либо покупали туры, то есть они не могут возвратить сейчас свои деньги, то есть им обещают там каким-то как бы взамен, что ли, да, этих билетов там сделать какую-то замену позже. Ну, сейчас вот пока вот такая ситуация какая-то непонятная, но внутренний туризм, относительно внутреннего туризма, мы сейчас ведем активную работу, очень много компаний, которые уже подключились, очень много компаний уже выработали свою систему гибкую именно скидок, то есть если, скажем, раньше были там цены, ну, к примеру, скажем, образно, там 500 сомов, да, сейчас, скажем, цена упала до 300 сомов, то есть вот буквально недавно мы проводили программу, приезжал канал Мир24, и мы проводили с ними экскурсию, то есть там конкретно мы озвучили, что сейчас на данный момент, там, скажем, внутренний, однодневный тур стоит от 5 долларов, то есть в принципе это очень приемлемая цена, и компании потихонечку начинают работать, они уже себе выработали свой определенный алгоритм, как они будут работать, вот сейчас самое главное, чтобы по областям облегчили проезд вот этот, чтобы блокпосты были более лояльны к турпредпринимателям, чтобы как бы не было заторов на тех же самых постах, почему я говорю, потому что буквально вот еще 20, 30, 31, я тоже проезжал, я видел, что на блокпостах собирается большая, очередь машин, то есть соответственно это уже получается как бы скопление людей, то есть это тоже как бы надо как-то решать, но вот вроде с первого числа уже полностью все это отменилось, и я думаю, что теперь компании, которые работают на внутреннем рынке, они наберут еще больше оборота. Также хотелось бы от всех компаний, то есть с кем мы непосредственно сотрудничаем, такое цель, то что послабления должны быть такие, то есть хотя бы до нового года, чтобы были послабления там по налоговой, и там есть у многих компаний есть обязательства перед банками, да, то есть конечно два месяца, считая там апрель-май, то есть это была такая работа, которая вот она именно за два месяца они нарабатывали, то есть уже летний сезон и половина осеннего сезона, это уже как бы шел такой активный. Ну вот по-моему дали отсрочку для кредиторов или это не так? Да, были какие-то моменты по пролонгации Национальный банк Крымской Республики в рекомендательном характере направила свое предложение коммерческим банкам и микрофинансовым организациям для того, чтобы рассмотреть по реструктуризации или пролонгации существующих кредитов в индивидуальном порядке. Мы с этим решением, наверное, не будем до конца согласны, потому что туристический сектор он такой, который будет требовать очень больше времени, чем другие сектора экономики. И, естественно, сейчас пока стоит вопрос по открытию государственной границы Крыговской Республики. Если даже мы откроем другие страны, готовы ли открывать, это другой вопрос. И в этом смысле насколько будет потенциал набрать то количество иностранных туристов, которые могут приехать, это, конечно же, поток иностранной валюты, нашу экономику. И здесь как раз многие туроператоры, пансионаты, в целом вообще туристический бизнес мог зарабатывать и выплачивать по кредитным обязательствам. Есть очень много моментов. Вот здесь было сказано, что в туристическом секторе работает около 100 тысяч. Я бы сказал, что по статистике 2019 года больше 180 тысяч человек. И это серьезный сектор, который вкладывает более чем 5% внутреннего валового продукта в структуре экономики. Поэтому нужно обращать больше внимания на данный сектор. И здесь не только экономического характера вопрос, тут и социальный. То есть здесь люди сами себя обеспечивают рабочими местами люди, которые работают в дальних регионах, зарабатывают какие-то средства для образования своим детям, для здравоохранения и так далее. То есть очень много моментов, которые нужно учитывать. И по блокпостам было сказано, я хотел бы добавить здесь, что с 1 июня как только разрешилось официально открыли туристический сектор в этом году, все блокпосты, которые официально существуют сейчас на разных территориях в областях, они по смягчению пошли. Сейчас только тепловизором будут проверять наличие температуры. Если, конечно, какие-то будут сомнения, там уже будут проводиться экспресс-тесты или ПЦР-тесты. И на основании этих анализов наверное будут браться в обсервацию. Но в целом люди беспрепятственно должны переходить из региона в регион. Если говорить о безопасности, то как? Вот допустим, опыт других стран вы наверное рассматриваете? Конечно, опыт других стран обязательно рассматривался. Во многих странах до сих пор внутренний туризм еще не возобновился. Например, даже внутри центральные азиатские стран пока что только Узбекистан запустил и Кыргистан. А остальные страны еще пока думают насчет этого. И по открытию границ сегодня только заседание было совещание в Министерстве транспорта и дорог, где участвовали все авиакомпании с заинтересованными сторонами. Мы обсудили по открытию границ и наше ведомство предложение отправляло, что с 15 июня возобновить все международные авиасообщения именно по этапному открытию границ. И в этом смысле скорее всего сейчас мы до конца этой недели отработаем алгоритм, каким образом иностранный гражданин или же гражданин Кыргызстана, находящийся за рубежом может приехать. Но тут конечно вопрос обсервации нужно пересмотреть, потому что человек, который приехал с целью путешествия и отдыха, как может находиться 14 дней в обсервации. То есть какие-то логические вещи нужно внедрять. Мы ранее делали сюжет как раз добром, у вас брали комментарии, как раз мы останавливались на этих вопросах. Давайте мы посмотрим, далее продолжим нашу беседу. По примерным подсчетам свыше 150 тысяч кыргызстанцев, трудящихся в сфере туризма, остаются сегодня без работы. Пока что все турпоиски в нашу страну на летний сезон отменены. По прогнозам показатели этого сезона упадут на 80% март, апрель, май и даже предстоящие месяцы. Вряд ли скоро мы вернемся в прежнюю колью, говорят специалисты. Есть огромный страх и риск для экономики страны. Нерадужная картина продолжится в течение двух-трех лет. В данном случае даже будет неправильно сказать, что это стагнация, потому что стагнация это когда стоит застой. Мы же в данном случае субъекты всего турбизнеса идем в убытки. Например, помимо того, чтобы платить налоги, мы также обязаны сейчас платить и налоги, соцфонд, зарплату нашим сотрудникам, плюс арендные платы. Арендная плата в среднем составляет для туризма примерно от 500 до 2000 долларов. И учитывая тот факт, что сейчас госграницы закрыты, авиакомпания не летает, соответственно, мы турфермы, мы не можем продавать ни авиабилеты, ни турпакеты, даже при желании. И при этом мы понимаем, что сейчас весь сектор туризма просто идет в огромные убытки. Турсезон начинался в конце апреля, начале мая, но это время потеряно. Разговаривают сейчас чиновники с иностранными партнерами, чтобы те отправляли к нам туристов. Однако вопрос открытый, поспешат ли к нам гости даже после открытия границ. Причин не спешить масса. Сейчас говорят, что пишут какой-то пакет антикризисных норм. Ну, я не знаю, что это за пакет антикризисных норм и как он поможет вообще бизнесу. Бизнесу что надо, особенно туристическому? Нужна свобода просто. Свобода передвижения. Что надо для туристов? То есть это транспорт, непосредственно. Это открытый гестхаус. Это беспрепятственный проезд, скажем, к тем же самым ущелям, куда ездят отдыхать. Либо на Иску, либо в Нарын, либо на юг страны. Чтобы вот это было беспрепятственным. И постепенно компании уже сами будут работать. Это уже и сейчас видно, что компании начинают работать. То есть никакой антикризисный пакет мер. Каждый сам уже себе нарисовал в голове этот антикризисный пакет мер. С чем он будет заниматься, что он будет делать, на что ему надо ставить акцент сейчас. Однозначно все говорят цену. Так и так понятно, что цены снизятся. Любой предприниматель, который сейчас работает в этой сфере, он прекрасно понимает, что у населения нет тех средств, чтобы оплачивать, скажем, те же услуги, как в прошлом году. Соответственно, низ же, конечно, цены упадут на 30, где-то, может быть, на 50 процентов. Это точно. Кризис отразится и на стоимости отдыха. Турбизнес будет стараться максимально привлечь к себе внимание своих потенциальных клиентов. И в этой связи цены упадут почти наполовину. Ведь большая надежда сейчас на самих кыргызстанцев, внутренних туристов, но и на гостей из ближнего зарубежья. Я напоминаю, вы смотрите программу Чурчак, телеканал Нью-ТВ. Говорим мы сегодня о туризме. В гостях Максат Дамирулу, директор департамента туризма, также Давран Усмонкулов, эксперт и Беккол Дюкшинкулов, предприниматель. Звоните 56 56 72, задавайте свои вопросы нашим гостям. Ну, мы посмотрели сюжет, да, Максат Дамирович, и вот говорим про антикризисный план. Давран нам давал комментарий. Действительно, многим бизнесменам, предпринимателям он непонятен. То есть, все как бы на бумагах, понятно, что правительство работает, ведет какие-то, может быть, переговоры, как было сказано в сюжете, да, но вот конкретные послабления для бизнес-сектора, и когда уже наконец мы будем об этом говорить открыто? Мы разделили на несколько пунктов. В первую очередь, это, конечно, налоговые послабления. Второе, это какие-то финансовые вливания, то есть, это может быть послабление по существующим кредитам, мы выше уже говорили, или же какие-то льготные кредитования, да, и по послаблению арендных плат на помещения или земли, которые принадлежат государству. Например, очень много бизнеса в разных регионах берут в аренду в аренду помещения именно от государственных или муниципальных органов. И по этим направлениям мы дали свои, как бы сейчас, предложения, антикризисные меры, так сказать, и в скором времени Министерство экономики подготовит полностью по всем секторам экономики, и я думаю, туристический вопрос тоже будет там. Ну вот смотрите, Максан Домирович, вот вы говорите опять же о тех планах, о той помощи. Ну вот перед нами, да, Бекулджик Шамколов, непосредственно предприниматель, непосредственно тот человек, которого коснулась эта беда, и вот рядом с вами человек, вот каким, вы ощущаете эту поддержку, я не знаю, вот от правительства, конкретные вот такие вот послабления, ваши коллеги? Ну пока они не вышли, поэтому... Да, но тем не менее, вы же ведете какие-то переговоры, правильно? Если о сроках... Периодически общаемся с коллегами, там с людьми, которые непосредственно заняты в туризме, как таковых, конечно, ощущений нету, но... Но обещают? Ну обещают, да. Что я еще могу сказать? Обещают, но надеюсь, что это как бы обещание эти реализуются. Но тем не менее, уже дали вот трехмесячную отсрочку, да, там от налоговой, да, послабления. Это было до лета или вот сейчас? Это вот во время... Карантина. Карантина, да. Но я думаю, что отсрочка, как бы... Отсрочка это отсрочка, а хотелось бы, конечно, чтобы были налоговые каникулы, то есть, как уже сказал ранее, люди... Туристов нету, работы нету, людей нету, денег нету, то есть, как бы, из чего платить даже налоги эти? Опять-таки, даже после открытия границ неизвестно, пойдет... Да, если даже мы откроем, да, турист в Казахстане, он скажет, зачем я поеду? Потом он прилетит сюда, здесь его, там, не дай бог, 180 самолетов, 180 человек борт, одного там с температурой, и все, его сразу в обсервацию. Это как бы... Вот этот алгоритм, надо, мне кажется, еще государству что-то отработать. Но туристический сезон уже открыт, и не поздно ли вот этот алгоритм действий? Нет, никак не поздно, на самом деле, мы сейчас именно по внутреннему туризму уже запустили, и, как я уже сказал, сейчас отрабатываются именно конкретные даты по открытию государственных границ. В первую очередь, конечно, это будет, наверное, касаться наших соседних стран, и мы все-таки намерены на то, чтобы привлекать больше туристов на летний сезон из наших соседних стран, как это показала статистика прошлого года с Узбекистана, с Казахстана, с России, это был очень большой поток людей, которые целью путешествия и туризма приехали именно на наши объекты, и, в принципе, в этом году тоже можно, я думаю, с июля, где-то с августа получить определенный поток, определенное количество людей из этих стран. Доброе. Вот если говорить про гостиничный бизнес, тоже пострадал, и очень много гостиниц ждали именно туристов из-за границы, из-за крытой границы лишили бизнесмена возможности заработать. Какие прогнозы вы можете дать в этом направлении? Сейчас вот на данный момент мы вот, как вот уже я до этого говорил, делаем акцент, именно на внутренних туристов. То есть сейчас практически разработаны нами уже некоторые турпакеты, которые будут охватывать, скажем, двух-трехдневные турпакеты. Допустим, люди будут ездить, скажем, Бишкек, там Нарынская область, Иссык-Куль, либо Бишкек, Джалаба, Тош, Баткен, то есть, и мы уже начинаем договариваться с гестхаусами на местах. То есть мы уже, то есть и они уже сами нам говорят, что мы цены снизим, я до этого говорил, на от 30 до 50 процентов. То есть они уже понимают, что реальный рынок, это будут наши местные граждане. И в большинстве своем это будут бишкекчане. Я об этом тоже говорил. То есть сейчас вот как бы мы уже разговариваем и с юрточными лагерями, на Сумкуле, на Кельсу. То есть они тоже мне звонили, несколько моих партнеров, которые тоже уже сбросили цены. Допустим, если в прошлом году было 600 сон, то в этом году, кажется, уже 400 сон. То есть уже какие-то сгибки идут. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем. То есть они, во-первых, это далеко, да? Они везут туда все это стережение. Им надо работать, им надо кормиться. У них тоже обязательства. Дети, скоро осень, да? Школа, университет, там, детей. Все это прекрасно понимают. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, если вот первого числа у нас уже получается, дают такое определенное разрешение для ведения в полной мере всей нашей предпринимательской деятельности, то я думаю, что все быстренько сгруппируются и будут нормально работать. Относительно, конечно, больших отелей, в которых там, скажем, проживают в основном только туристы из-за рубежа, но здесь как бы все будет зависеть от того, когда решится вопрос с открытием неба и когда решится вопрос вот эта проблема логистики. То есть человек сюда приехал, вдруг у него температура, его посадили там на обсервацию 14 дней. То есть вот это, конечно, надо как-то выработать такой алгоритм действий, чтобы действительно не было таких моментов. Почему? Потому что хотя бы один будет такой момент, то действительно уже никто просто не приедет. Поэтому и правительство, и департамент туризма, и другие министерства, которые взаимосвязаны, то есть они сейчас должны выработать такой пакет мер, чтобы он действительно был логически правильный, чтобы не было каких-то припонов или еще чего-то. Потому что бизнес эти припоны сразу ощущает. Тот же самый проезд, сразу какая-то проблема. А вы нам не сказали. Как не сказали? Даже бывает такое, что на местах те же самые проверяющие, они, допустим, даже не знают. То есть где-то бумага там есть. То есть вот это надо как-то тоже все правильно отработать. И я думаю, что в принципе департамент туризма сейчас сам заинтересован в этом, чтобы побыстрее все нормализовалось. Потому что у нас впереди у нас осенний сезон, после осеннего у нас зимний сезон. Понимаете? То есть у нас 4 времени года и получается у нас все сезон в стране. То есть каждый сезон, время года мы работаем. То есть главное, чтобы у нас было стабильно здесь, в этом направлении. Я думаю, предприниматели, они же знают, как работать, как это все правильно настроить. Я думаю, это будет без проблем. Главное, вот некоторые моменты только надо будет. Вы очень позитивно настроены. Это радует. Я очень позитивно настроен. Вахстан Дамирович, а вот есть компании, как отметил Давран, у которых была хоть какая-то финансовая подушка, были какие-то финансовые эти. А вот есть компании, которые полностью в банкротстве. То есть они, получается, закрылись. И как они будут восстанавливаться? То есть есть ли какая-то статистика? Ведется ли у вас, может быть, анализ какой-то, сколько компаний? С помощью международных организаций, с кем мы сотрудничаем уже долгое время, провели, так сказать, анализ, исследования именно среди туристических компаний, которые работали на въездной туризм. И, к сожалению, на сегодняшний день порядка 5% из того, что мы опросили, это было около 500 компаний, пришли к пониманию, что они банкроты. Но это, наверное, очень мелкие или среднего такого объема предприятия. Те компании, которые делали какие-то финансовые подушки, они, конечно, до сих пор стоят. Но есть очень большая вероятность, если также будет продолжаться ситуация, что в течение трех или пяти месяцев до 30-40% могут прийти к банкротству. И не допустить именно такие моменты правительство пошло именно к таким кардинальным мерам, можно сказать, да, вот то, что разрешено туристической деятельностью работать с 1 июня. И дальше мы уже смотрим для того, чтобы иностранных туристов, как я уже выше отметил, именно через иностранные туристы валюта приходит в нашу экономику. И именно туристическая отрасль является одним из тех секторов экономики, которые привлекают иностранную валюту. И это очень важно, архиважно для нашей экономики, для нашей страны. И поэтому на сегодняшний день рассматривается вопрос открытия границ поэтапно. И, естественно, мы будем отрабатывать совместно с Министерством здравоохранения, с другими соответствующими ведомствами по отработке четкого алгоритма, каким образом мы будем встречать иностранного гостя. Ну, смотрите, пансионаты уже работают, да, с 1 июня. Безопасность как соблюдается? Мы же подписали совместный приказ, это было 29 мая, совместный приказ Министерства культуры, информации, туризма и Министерства здравоохранения. Четкие требования. Эти требования я бы поделил на два уровня или на два направления, где первое, это требования перед объектом предпринимательства, да, то есть именно пансионаты, там, курорты, санатории и так далее. И второе требование именно посетителям. Первое, это они как должны полностью вот соблюсти все эти правила, начиная от того, там, обслуживающий персонал должен носить маски, там, антисептиками пользоваться, заканчивая до влажной уборки. И каким образом там столовые должны быть оборудованы, полностью расписаны. Да, и вот перед как раз началом этого эфира у нас видеоконференция была с представителями определенных курортных учреждений узнать об их мнении, то есть первое впечатление какое, да, то есть они уже сегодня, вчера поработали. То есть гости есть, приезжают, да, где-то есть, где-то некоторые пансионаты пока еще не открылись, они еще думают, смотрят, а некоторые уже открылись, и некоторые даже уже начали внедрять вот эти вот нормы, да, правила. И мы определенно понимаем, что эти требования не написаны на один раз, и полностью это будет действовать. То есть туда мы можем вносить какие-то коррективы обязательно в соответствии с ситуацией, в соответствии с положением, то, что мы будем иметь. Доброн, в завершении эфира вот хотелось бы узнать, и вообще вот ваши эксперты и такое мнение, сколько времени в целом потребуется для того, чтобы восполнить теперь эти потери? год-два, вот международные эксперты говорят, что как минимум три года понадобится, чтобы все это восстановить. А вы как считаете? Ну, как я сказал вам в прошлый раз, еще когда мы с вами встречались, то есть если все это как бы стаканится, и мы придем к нормальному образу жизни, да, то есть вне пандемии, я думаю, что в течение года нашей компании выйдут на тот же самый объем, который был до этого. Почему я говорю? Потому что касательно разных видов туризма, ну, как бы у нас делается акцент на купальный сезон, то есть если, скажем, сейчас все будет нормально, и правительство решит эти вопросы, то есть то, что мы говорили, да, там с обсервацией и так далее, или тому подобное, то я думаю, что наши ближайшие соседи в Казахстан, они поедут на ИСПУ. Я постоянно связываюсь с компаниями, с которыми мы сотрудничаем, то есть они готовы, они хотят, потому что уже действительно буквально два дня назад, да, у нас такая была жара, мне звонили с Алматы и говорили, там, что там, с границей как, да, проехать хотим, интересуюсь, а да, какие проблемы будут, может, какие-то там документы нужны, ну, я как бы им говорю, у вас обязательно там должна быть, там этот анализ, да, то, что, ну, хотя бы там. Иностранные граждане пока не запускаются. Ну, вообще, да, я просто им говорю, вдруг, если чего, там какой-то анализ, может быть, нужен будет у вас, чтобы на руках был там, ну, вдруг, то есть как бы я не утверждаю, это просто моё мнение. Желающих много, да, они поедут, просто нужна вот ясность здесь у нас, потому что действительно... Что их ждёт, да, ожидает, что... Что ждёт, мы тоже не можем знать, больше, наверное, об этом знает Максат, потому что они непосредственно там с правительством работают, с погранслужбой, с таможенной службой, там, с другими заинтересованными, да, службами, чтобы... Я не думаю, что они какие-то там будут делать припоны, я наоборот думаю, что они всё прекрасно это понимают, тем более Максат сам работал до этого в туризме, и он прекрасно понимает, что это такое, тем более эти послабления обязательно должны быть сейчас, потому что если мы сейчас это не сделаем, то тогда и все эти пансионаты, и все эти гостевые дома на одном внутреннем туризме, как бы мы тоже далеко не сможем уехать. Но как бы я думаю, что внутренний туризм тоже даст какой-то определенный толчок, да. Максат, доверяющий вам слово. А, мне? Ну вот смотрите, пансионаты уже работают, да, и в принципе уже ли это июнь, пока откроют, неизвестно, когда откроют границы, то есть на внутреннем туризме они смогут ли восполнить все эти потери, вот бизнесмены именно вот... Нет, на самом деле нет, на самом деле это просто, наверное, будет какой-то вот, так сказать, подержка какая-то, да, для поддержания, да, поддержания такого состояния, не умереть, да, так сказать. Но, как я уже отметил, все-таки архиважно, чтобы у нас были иностранные туристы, да. Бекулдик, что нам слово? Как уже Максат заметил, самая главная экономическая составляющая, это валютные, да, скажем так, поступления, потому что на одном внутреннем туризме, к сожалению, не выйдешь, оборудование не те, объемы не те, все-таки, скажем так, отдых в Кыргызстане, в Центральной Азии, там для европейцев это достаточно далеко и стоит тоже приличные деньги. То есть, как бы, тур за 5 долларов, конечно, это хорошо, но на нем не заработаешь, да, как бы, много денег, и, соответственно, там понимать целая цепочка всех поставщиков, да, то есть, начиная от водителя в аэропорту, заканчивая парнишей, который дает в аренду лошадь, да, в этом году никто не заработает, к сожалению. Спасибо вам, что были с нами, надеюсь, это не последний фильм, и, наверное, к этой теме еще вернемся и не раз, да, Максат Домирович, вам огромное спасибо, что уделили время, пришли, Тавран, вам огромное спасибо, и вам, Беков Джекшон-Колов, я напомню, сегодня мы говорили о туризме, в гостях были с департамента туризма, также предприниматель, ну и эксперт в области туризма. Оставайтесь с нами, с Нью-Тиви не переключайтесь, я Лиза Балбакова, прощаюсь с вами.